Доброе утро! С вами Елена Краева и Наталья Гончарова. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Здравствуйте! Сегодня вы увидите, как всегда, много интересного, так что оставайтесь с нами. Итак, свеча памяти. У мемориала «Живые камни памяти и славы» в деревне Салманово в День памяти и скорби зажглась четырехметровая свеча. Героев не забудем никогда. В Звенигороде ветераны и молодежь возложили цветы к вечному огню. Итоги экономического форума. Какие проекты будут реализованы в Одинцовском округе и регионе, узнаем из нашего репортажа. Сохрани себе жизнь. В Одинцове прошла акция, призванная привлечь внимание горожан к соблюдению правил безопасности на железной дороге. Электронный социальный паспорт. Как получить положенные по закону льготы без предъявления бумажных документов, выяснил наш корреспондент. Награды лучшим. На сцене ДК «Горки-10» вручили почетные грамоты и благодарственные письма медикам. Ко дню молодежи. О деятельности ребят из Одинцовского молодежного центра расскажем в сюжете ОТВ. Сегодня пятница, 23 июня. В этот день в 1896 году Международный атлетический конгресс одобрил предложение французского общественного деятеля и энтузиаста спорта барона Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад. Также был создан Международный олимпийский комитет, в который вошли представители от 12 стран-участниц, в том числе из России, Греции, Франции, Дании, Испании, Италии, Англии и США. Первые олимпийские игры современности состоялись в апреле 1896 года. После их успеха решили проводить олимпиады регулярно, каждые четыре года в високосный год. Предлагаю узнать, какими еще интересными событиями запомнилось 23 июня. 23 июня 1868 года была запатентована печатная машинка. Ее прототипом выступил аппарат для последовательной нумерации книжных страниц, который придумали Кристофер Шоулс и его компаньон Карлос Гидден, имевшие опыт работы в издательской деятельности. Машинка была размером с письменный стол, печатала только большими буквами, и машинистка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. Однако именно от этой машинки пошла знаменитая раскладка Куэрти – первые шесть клавиш в верхнем ряду клавиатуры. А производство уже доработанной первой печатной машинки началось в 1873 году. А 23 июня 1998 года врачи медицинского центра Питтсбургского университета провели первую в истории медицины трансплантацию человеку искусственно выращенных клеток коры головного мозга. Пациентом стала пожилая медсестра Альма Серазини, пережившая инсульт, страдавшая от паралича правой половины тела и потери речи. Испытание ознаменовало переход в методах лечения инсульта от ограничения повреждений к восстановлению функций мозга. Уже на следующий день после проведения операции пациентка могла идти домой. Сегодня международный праздник музыкантов-народников – День Балалайки. Впервые этот праздник отметили в 2008 году. Дата была выбрана не случайно. 23 июня 1688 года датируется «Память из Стрелецкого приказа в Малороссийский приказ» – документ с первым упоминанием этого народного музыкального инструмента. День Балалайки отмечают профессиональные исполнители, творческие коллективы и простые любители. Также сегодня отмечается День Государственной службы Организации Объединенных Наций. Международный Олимпийский день, Всемирный день информаторов, День без обид и День тайных посланий. 23 июня 1912 года родился английский математик, логик и криптограф Алан Мэттисон Тьюринг. Во время Второй мировой войны он создал несколько дешифровочных машин, а затем участвовал в создании первой английской вычислительной машины. Тьюринг также считается основоположником искусственного интеллекта, а разработанные им сокращенные кодовые инструкции положили начало созданию, исследованию и практическому использованию языков программирования. Также в этот день, в 1763 году, родилась императрица Франции первая жена Наполеона I Жозефина де Богорне, а в 1889 поэтесса Серебряного века и жена Николая Гумилева Анна Ахматова. Свой день рождения сегодня отмечают французский футболист Зенедин Зидан и американская актриса и продюсер Фрэнсис Макдорманд. К новостям округа. Ранним утром в День памяти и скорби по всей России прошли акции «Свеча памяти». Ведь именно в 4 часа утра 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. В Одинцовском округе у мемориала «Живые камни памяти и славы» в деревне Салманово в это время зажглась 4-метровая свеча. В памятном мероприятии приняла участие Полина Бахова. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. 82 года назад этот голос сообщил всему Советскому Союзу о начале самой кровопролитной войны в истории человечества. 22 июня в 4 часа утра немецкая авиация и артиллерия без объявления войны начала наносить удары по нашим городам и селам. Этим летним утром для всех жизнь разделилась на «до» и «после». Война была очень долгая. Никто тогда еще не знал, как и когда она закончится. Все верили в победу. Но много-много миллионов свечей зажгли за это время, пока шла война в дома городов и маленьких сел. Самая большая символичная свеча памяти высотой около 4 метров зажглась у монумента в деревне Салманово. Цветы и венки к мемориалу возложили представители администрации, активисты партии «Единая Россия», общественники, росгвардейцы. Почтить память погибших пришли и местные жители. Как и у всех, здесь в каждой семье есть свой герой, о котором вспоминают в этот день. Для меня это вообще священный день. И я до 4 утра вообще никогда не сплю. Мой дедушка Филипп Ольков лег под Тверью в 1942 году. Это, по-моему, была его третья война. То есть была Первая мировая, финская. И вот здесь он сразу сказал, я пушкарь, но я, как пехотинец, наверное, ему уже было 50. Акцию «Свеча памяти» провели актеры молодежного театра «Крылья». После официальной части они исполнили легендарные песни о Великой Отечественной войне. Запустили в небо белые шары в память о погибших, о ветеранах, о великом подвиге. Подобные мероприятия прошли и у других мемориалов и знаковых мест в нашем округе. Так символичные 1418 свечей, а именно столько дней длилась война, зажгли в этот день у стен главного храма Вооруженных сил России. А в Звенигороде в этот день прошла торжественная церемония возложения цветов к вечному огню. В ней приняли участие жители города, молодежь, ветераны, представители администрации округа и духовенства. С места событий Екатерина Крамер. Возложение цветов и минута молчания. В центре Звенигорода почтили память погибших в годы Великой Отечественной. Жители Звенигорода защищали западные рубежи страны и вели бои на поступах к столице. Горожане релеокопы делали противопехотные заграждения и противотанковые рвы. В городе был сформирован истребительный батальон и созданы партизанские отряды. С тех пор прошло 82 года, но тот день навсегда останется в памяти. 22 июня 1941 года – дата, когда фашистские войска вторглись в Советский Союз. Все мы помним, что именно сегодня враг вступил на нашу землю и вероломно двигался к Москве. Наш город, конечно, не был сдан врагу, но сколько потерь, сколько горя. Все, конечно, это помним и хотим, чтобы это помнили наши дети и внуки. После минуты молчания – торжественное возложение цветов к вечному огню. Также жители приняли участие в ежегодной акции «Свеча памяти». На площади у мемориала «Славы» волонтеры выложили слово «помним». Екатерина Крамар, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». В рамках ежегодного Петербургского международного экономического форума 2023 нашим регионам было подписано 36 соглашений более чем на 150 миллиардов рублей. Какие именно договоренности были заключены и что они значат для экономики области в целом и Одинцовского округа в частности, расскажем в нашем материале. В рамках ежегодного Петербургского международного экономического форума 2023 заключены крупные сделки, которые будут основой дальнейшего развития региона. Это стало возможным благодаря успешной работе губернатора Московской области Андрея Воробьева и его команды. Сегодня в регионе более 1,3 тысячи крупных и средних предприятий и свыше 430 тысяч субъектов МСП. Мы всегда находимся в тесной коммуникации, поддерживаем инвестпроекты, стараемся создавать комфортные условия для бизнеса в Подмосковье. Также вплотную работаем с предпринимателями по теме импортозамещения. У нас на сопровождении 151 проект. От производства двигателей до птицеводства, от фармы до электроники. Особенность форума в том, что это не место для дискуссий. Здесь завершаются переговорные процессы, договоренности обретают письменный формат и переходят в практическую плоскость. Таким образом, в рамках мероприятия подписали 36 соглашений, более чем на 150 миллиардов рублей. Это позволит создать 18,5 тысяч новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Здесь присутствуют производители, финансисты, банковские структуры, которые приезжают не подписать меморандум о сотрудничестве или о намерении, а на этом форуме подписываются уже заранее подготовленные проекты, которые имеют под собой настоящую прагматичную практическую базу. И предыдущие годы показывают, что все, что было подписано на Санкт-Петербургском экономическом форуме, воплощается в реальные производственные объекты. Изменения коснутся и Одинцовского округа. На территории клинического госпиталя Лапина построят центр онкотираностики. Проект позволит выявлять и лечить онкозаболевания современными методами ядерной медицины. Размер инвестиций составляет 5 миллиардов рублей. Запуск центра создаст 130 новых рабочих мест. Важно, что госпиталь работает, в том числе и по системе ОМС. И большой объем лечения по страховке приходится на долю жителей Подмосковья. Особое внимание уделили Центру трансформации нейросетей в регионе. Технологии искусственного интеллекта теперь будут развивать вместе с крупным банком России. Для многих он еще не вошел в оборот, поседневный, в отличие от интернета. Но это то, что нам очень помогает управлять регионом. И самое главное – делать важные дела, важные перемены, обеспечивать для наших жителей. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». Переходим к новостям Москвы. Красочный забег пройдет в Лужниках 25 июня. Его приурочили к столетию московского спорта. Участников ждет конкурс на лучший костюм. Для участия в нем нужно перед стартом подать заявку волонтерам. Они зафиксируют стартовый номер, контактный телефон и сделают снимок костюма. Организаторы выберут 10 самых оригинальных нарядов, а из них в ходе народного голосования – тройку лучших, которые и получат подарки. Что еще интересного произойдет или уже произошло в ближайшее время в столице, узнаем прямо сейчас. На пешеходной школьной улице, расположенной между станциями метро «Римская» и площадь Ильича, открылась фотовыставка «Молодежные места Москвы». На снимках запечатлены уютные уголки столичных парков, популярные общественные и арт-пространства, смотровые площадки, где молодые люди встречаются с друзьями, назначают свидания или отдыхают после учебы. Фотовыставка будет работать до 19 июля. Посетить ее можно бесплатно. Новая скульптура появилась в московском парке «Музеон». Автор футуристического арт-объекта – абстракционист Лев Ефимов. Скульптура называется «Ревиал». Ее высота – 3,5 метра. Этим объектом автор хотел показать, как искусство способно трансформировать реальность, вдохновлять и наполнять жизнь города красками. Московские парки вновь организовали площадки для выступлений уличных артистов, музыкантов, танцоров, актеров и художников. Увидеть их выступление может любой желающий, прогуливаясь по аллеям. Выступления пройдут в парке Горького, Сокольниках, Северном Тушине, Саду Эрмитаж. Впервые сцены предоставили парки Екатерининские и Ангарские пруды. Выступать там сможет любой из 164 артистов, прошедших конкурсный отбор. И вновь к новостям округа. В Одинцове прошла акция «Сохрани себе жизнь», призванная привлечь внимание горожан к соблюдению правил безопасности на железной дороге. Пассажирам вручили воздушные шарики в форме сердца и напомнили о том, как вести себя в зоне повышенной опасности. Екатерина Крамор с подробностями. Шарики в форме сердец и профилактические беседы с пассажирами. На платформе Одинцова сотрудники администрации, административно-пассажирской инспекции и транспортной полиции вместе с волонтерами напомнили жителям о правилах безопасности на железной дороге. Здесь прошла региональная акция «Сохрани себе жизнь». По инициативе Министерства транспорта и губернатора Московской области проводят такая акция. Во всей Московской области все муниципалитеты собираются на крупных железнодорожных станциях и совместно с волонтерами, полицией и железной дорогой вручают шары в виде сердца. Участники акции напомнили пассажирам и пешеходам простые правила поведения на объекте повышенной опасности. Нельзя переходить железнодорожные пути в неположенном месте и стоять на краю платформы. Кроме того, необходимо снимать наушники перед тем, как перейти железную дорогу. Мы надеемся, что как раз-таки только шарик в виде сердца будет помогать, и жители нашего округа и также гости нашего округа будут смотреть на это с хорошей стороны и прислушиваться к себе и к нам. Подобные акции и разъяснительные беседы в Одинцовском округе проводят регулярно. Они направлены на профилактику транспортного травматизма. Екатерина Крамор, телекомпания Одинцова. На этой неделе начался прием документов вузы. Заявление можно подать на портале госуслуг в пять любых вузов страны. Причем до пяти специальностей в каждой. Таким образом, личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов теперь можно избежать. Абитуриентам потребуется лишь подтвержденная учетная запись на госуслугах. С другими новостями России познакомим вас в нашей рубрике. Около 2,9 миллионов россиян привились от клещевого энцефалита. В прошлом году за аналогичный период было привито около 2,5 миллионов человек. Тем не менее, уже сейчас из-за укусов клещей в медорганизации обратились 268 тысяч человек. Напомним, эти насекомые являются переносчиками серьезных заболеваний – клещевого вирусного энцефалита и баррелиоза. Россиян могут оштрафовать за сарай и бани. Речь идет о незарегистрированных постройках и новом порядке их налогообложения. Причем главным признаком построек, подлежащих регистрации, является наличие прочного фундамента. Без него постройки считаются переносными и не считаются объектами капитального строительства. В Екатеринбурге запускается так называемая транспортная реформа. В скором времени в городе изменятся маршруты движения трамваев и троллейбусов, а чуть позже будет скорректирована маршрутная сеть автобусов. Также здесь ожидается получение новой партии белорусских троллейбусов с автономным ходом. Администрация города принимает попытки реформировать маршрутную сеть общественного транспорта с 2016 года, но корректировку откладывали сначала из-за общественного недовольства, а затем из-за пандемии. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье создан и работает электронный социальный паспорт. Он дает возможность с помощью QR-кода и без предъявления бумажных носителей получать положенные по закону льготы. Программа активно реализуется и в нашем округе. Подробности выяснила Полина Бахва. Бумажные удостоверения постепенно уходят в прошлое. Так, с 9 июня по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева начал реализовываться новый сервис на портале Госуслуг электронный социальный паспорт жителя Московской области. В нашем обновленном доброделе мы внедрили социальный паспорт жителя. В одном месте собраны пенсионные удостоверения, удостоверения инвалида, многодетной семьи, ветерана боевых действий, ветерана труда и другие необходимые документы. У нас в Московской области более 2 миллионов льготников, которые смогут воспользоваться социальным паспортом. Льготные категории граждан нашего округа активно приступили к его оформлению. Сделать это достаточно просто и не займет много времени. Нужно выйти на портал, региональный портал государственных услуг Московской области. Этот сервис там, ну что называется, прям первым высвечивается. Пройти по ссылкам и скачать тот паспорт, который сформируется. И предоставлять его в тех организациях, которые дают льготы. Это и магазины, и аптеки. Новый документ – это QR-код, который можно хранить у себя в телефоне. Предоставляя его через электронную систему, житель подтверждает свое право на льготу. Это позволяет не носить с собой массу бумажных удостоверений. На гаджете с QR-кодом оцифрованные данные, оцифрованный паспорт социальный, где вся информация о пенсионерево-предоставляемых услугах, она отображена. Пенсионеры попадают под эту категорию ветераны и инвалиды. У нас всего 70 тысяч пенсионеров в округе, почти 27 тысяч инвалидов и более 34 тысяч ветеранов труда. Новая система только набирает обороты и еще требует доработки. Поэтому бумажные удостоверения тоже имеют свою силу. Бумаги, то есть удостоверения, справки, которые есть, никто не отменял. Ими можно пользоваться, но для удобства рассматривается и такой вариант. К настоящему времени уже более 100 тысяч жителей Московской области скачали и используют электронный социальный паспорт. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Далее в программе вы увидите. Награды лучшим. На сцене ДК «Горки-10» вручили почетные грамоты и благодарственные письма медикам. Ко дню молодежи. О деятельности ребят из Одинцовского молодежного центра расскажем в сюжете ОТВ. Новости «Афиша» о мероприятиях в парках и учреждениях культуры для детей, молодежи и взрослых узнаем в нашей постоянной рубрике. Почетные грамоты и благодарственные письма за успешную профессиональную деятельность и особые заслуги по охране здоровья населения вручили врачам, фельдшерам, медсестрам, биологам и лаборантам. Также в честь профессионального праздника для медработников Одинцовского округа организовали концерт. Побывала на нем и наша съемочная группа. В Одинцовском округе поздравили медработников с профессиональным праздником. Со сцены Дома культуры «Горки-10» звучали слова благодарности за нелегкий, но такой важный для всех людей труд. Вы спасаете жизнь. Вы даете возможность людям спасти свое здоровье, благополучие и вздравие отдавать свой долг государству. От имени главы округа, от себя лично, хотел бы от души пожелать вам здоровья, благополучия, сил моральных, физических, вашим нелегким, радным, но еще раз повторюсь, самым благородным труде. За успешную профессиональную деятельность, особые услуги по охране здоровья населения, медицинским работникам округа под громкие аплодисменты вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Торжественная часть завершилась выступлением заслуженной артистки России Зары. Романцы, лирические произведения и всем известные хиты подпевали хором. Я тебе подарю этот мир, Наспозитный и яркий лови. Мы не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему вдову, И пусть будет все хорошо. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Ребята из Одинцовского молодежного центра принимают активное участие в жизни округа. Добровольцы помогают в организации полезных акций, оказывают помощь старшему поколению и участвуют в различных проектах. О деятельности молодежи нашего округа расскажет Екатерина Крамер. В 2016 году в Одинцове появился первый молодежный центр под руководством городской администрации. Именно тогда и началась история молодых, творческих и инициативных. За все время существования центра ребята провели не одну тысячу полезных акций и проектов. Одни из важных направлений – помощь старшему поколению, работа в пункте сбора гуманитарной помощи, волонтерская деятельность. Недавно мы провели экологические гонки на территории деревни Глазынина. Более 25 наших добровольцев, ребят, помогали в проведении субботника этих экологических гонок. Две команды соревновались друг с другом. Было собрано 56 мешков мусора. Вячеслав каждое лето принимает участие в акциях, которые проводит молодежный центр. Недавно он помогал жителям проголосовать в ходе проводимого опроса по благоустройству города. Это прежде всего возможность оказывать полезную помощь другим людям, быть самому полезным кому-то и, соответственно, участвовать в различных проектах, которые, собственно, этот центр с помощью государства проводит непосредственно в Одинцовском округе. Пространство для новых идей, знакомств, опыта волонтерской деятельности. У ребят много интересных задач, которые предстоит решать. Также они и сами могут стать инициаторами и предложить свой проект для реализации. Молодежь достаточно активна. Если мы сейчас с вами будем смотреть статистику даже по количеству добровольцев на территории Московской области, мы с вами увидим в разрезе с другими округами, что мы сейчас находимся на втором месте, а когда до этого были всего ниже десятой строчки. То есть у нас высокая динамика достаточно. На данный момент в центре планируют провести серию акций «Добро ОГО». Фото самых активных добровольцев с их историями разместят на стендах города. Подробнее о деятельности ребят и о том, как отметят День молодежи в Одинцове, вы узнаете в программе «Про молодежь». Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. День молодежи пройдет 24 июня. Ранее праздник, который отмечают с 1993 года, всегда был 27 числа. В этом году президент России подписал распоряжение об изменении даты. И теперь ему будет посвящена каждая последняя суббота июня. Учреждения культуры нашего округа подготовили к этому дню насыщенную программу. О праздничных и других мероприятиях ближайших выходных расскажет Полина Бахова в нашей рубрике «Новости Афиша». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша». О самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. В традиционный День молодежи большинство мероприятий выходных будет посвящено именно тем, кому от 14 до 35. Так в субботу в КДЦ «Молодежный» в 12 часов пройдут спортивные активности, интеллектуальные и творческие конкурсы и мастер-классы. Тематическая музыкальная программа подготовлена и КДЦ «Барвиха». Начало в 14.00. В Одинцовском центре культурного развития в 16.30 состоится концерт оркестра из цикла «Зеленый город». Инструменталисты Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра под управлением Андрея Балина исполнят яркие и самобытные джазовые хиты. Кстати, масса активности, приуроченных ко Дню молодежи, будет проходить всю неделю. Подробную информацию о месте и времени их проведения читайте в газете «Одинцовская неделя». К другим событиям выходного дня. 24 июня в 12 часов дня в КДЦ «Немчиновский» пройдет игровая развлекательная программа для детей с участием клоунов. Ребят ждут загадки, шутки, танцы и хороводы, а также веселые спортивные эстафеты на свежем воздухе. Мастер-класс по изготовлению поделок из цветной бумаги состоится в Театре сказок «Парка Захарова» в 12 часов дня. Тематическое мероприятие «Юный изобретатель» проведут в Кубинке в Центре развития детей «Истина». Под присмотром руководителя кружка авиамоделирования Александра Чавычелова ребята узнают много интересного о пилотируемых моделях самолетов. А еще смогут попробовать собрать понравившуюся модель. Желающих ждут к 12 часам. А в 16.30 в Парке культуры и отдыха «Раздолия» состоится концерт эстрадного оркестра «Зеленый город». В приятной атмосфере паркового пространства инструменталисты Одинцовского оркестра исполнят яркие джазовые хиты. Воскресный день предлагаем начать с футбола. Однодневный открытый турнир по футболу среди молодежных команд «Кубок молодежи-2023» пройдет в КДЦ «Ершовская» в 11.00. Призеры получат кубки, медали и грамоты. А для любителей дарс пройдут соревнования «Меткий стрелок». На поляне сказок парка Захарова дети и взрослые смогут посостязаться в меткости и ловкости. Начало в 17.30. Там же на поляне сказок ждут и любители творчества на мастер-класс «Народная кукла». Куклы из ткани и ниток своими руками будет интересно сделать и детям, и взрослым. Кроме того, участники познакомятся с историей возникновения традиционных народных кукол-оберегов. Завершить выходной можно в приятной атмосфере хорошего кино. Кинопоказ под открытым небом начнется в 21.00 в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурный и дождливый день. Температура воздуха днем 19-21 градус тепла, ночью около плюс 15. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное – 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 77%. Геомагнитное поле – спокойное. На этом наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в Одинцовском округе смотрите в наших информационных выпусках. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале про округ. Ну, с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. И, кстати, хочется поздравить всех тех, кому от 14 до 35 из Днем молодежи, который будет отмечаться в эту субботу. Креативных вам идей и успешной их реализации. А если вы все же стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Спасибо, что встретили этот день вместе с нами. С вами была Елена Краева и Наталья Гончарова. Мы желаем вам всего самого наилучшего, удачного рабочего дня, заключительного на этой неделе и отличных выходных. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова